До моего приезда сюда я думал об Украине как об очередной постсоветской стране, которая обрела независимость. Мне казалось, что здесь люди все еще находятся под сильным влиянием коммунистов. Однако уже по пути из аэропорта в отель, наблюдая виды зданий и людей из окна автомобиля, я понял, что, возможно, ошибся. Я увидел, что это современная, европейская, организованная страна. Хочу отметить, что я сразу прибыл в Украину со всей семьей, женой и детьми. И им тут сразу понравилось. Сегодня я стал свидетелем того, как творится современная история Украины. До Майдана и после. До революции достоинства и после нее. Я видел людей, исполненных надеждой. Я видел своими глазами судьбоносные моменты для страны и нации, когда люди решают, какого будущего хотят для себя и последующих поколений. В течение последних шести лет я видел очень разную Украину. Сейчас могу отметить большую надежду украинцев на лучшее будущее. За время моего пребывания тут я всегда старался увидеть и узнать максимум о стране, ее истории и богатом культурном наследии. Изучив эти аспекты, можно понять, насколько цивилизованы украинцы. Это ощущаешь в разных регионах Украины, не только в больших мегаполисах, но даже в маленьких городах, когда ближе общаешься с местными жителями. Я считаю, что такой опыт будет очень важным для моей карьеры и в жизни целом. В Украине множество красивых мест. И я не из тех людей, которые жалуются на перемену погоды, наступление холодов. Это прекрасное время посетить, например, западную Украину. В столице мне нравится район Абалонской набережной. Тут недалеко мой офис, и я вижу много людей, которые приезжают сюда, чтобы просто хорошо провести время. Я уже чувствую себя тут как местный житель и нахожу для себя особую умиротворенную атмосферу. На мое отношение к жизни во многом повлиял мой отец. Но потом мой собственный опыт, который я приобрел в различных жизненных ситуациях. научил меня, что где бы ты ни находился, нужно делать что-то полезное. Именно этим я и занимаюсь в Украине. Моя главная цель — укрепить отношения между Кувейтом и Украиной. Работа дипломата прежде всего в том, как внедрить новые идеи и возможности, которые послужат развитию отношений между странами. Надо сказать, я нахожу общие проблемы, с которыми сталкиваются люди в Кувейте и Украине. Это прежде всего проблемы с ближайшими соседями. В нашу страну тоже вторгался сосед, у которого было превосходство в силе. Я говорю об Ираке. Он оккупировал нашу территорию полностью на целых семь месяцев. Но, слава Богу, благодаря вмешательству ООН, моя страна была освобождена. А страны мира засвидетельствовали нарушение международного права по отношению к Кувейту. И то, что я вижу сейчас в Украине, очень напоминает мне события в моей стране. Я хорошо понимаю, что чувствуют люди, особенно близкие переживания тех, кто находится на оккупированной территории, на востоке страны. Я вижу в этом много общего между Кувейтом и Украиной. Что касается ООН, то мы тоже ожидали резолюции от этой организации по нашему региону и по кризису в моей стране. И было исключительно важно, что и Генеральная Ассамблея, и Совет Безопасности поддержали нас. Это был знак колоссальной поддержки международного сообщества, и это помогло в конечном счете освободить Кувейту. Думаю, для Украины тоже важна поддержка, которую оказывают большинство стран мира. И нужно отметить поддержку Кувейта. В частности, мы наступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины. Мнение ООН и Совета Безопасности для Украины тоже играет большую роль, хотя один из постоянных членов Совбеза и является, в общем-то, стороной конфликта. Но, тем не менее, мы верим и надеемся, что международное право способно восстановить мир между нациями. Думаю, и дипломатия играет важную роль в разрешении таких конфликтов. С поддержкой мирового сообщества можно добиться хороших результатов. Я надеюсь, что стороны смогут прислушаться к голосу разума и найти возможность для сотрудничества, которое приведет к разрешению конфликтных ситуаций между странами. К примеру, сейчас отношения между Кувейтом и Ираком весьма продуктивны. Это добрые отношения двух соседей, что, в общем-то, должно быть нормой. Ведь, в конце концов, это наш сосед. Географию не изменишь, но можно изменить отношения. Мы старались найти общий язык и показать, что не хотим оставаться врагами на всю жизнь. Нужно смотреть, что лучше для наших детей и последующих поколений. Хотим мы войны или мира? Нужно сделать выбор. Надо выбрать, какой мы хотим видеть нашу страну, как мы можем достигнуть лучшего будущего. Сегодня Кувейт — одна из стран, которые активно поддерживают Ирак и его население. Мы стараемся помочь им пережить эти тяжелые времена. Сегодня мы очень гордимся нашей страной, нашим народом. В 2017-м мы отметим 55-ю годовщину независимости. Мое поколение — часть истории обретения независимости. От наших отцов мы переняли нашу историю и передадим дальше нашим детям. Поэтому мы гордимся тем, чего достигли, и того, как мы этого достигли. Мы благодарим Господа, который дал нам возможность прожить нашу жизнь в Кувейте, демократической стране, которая развивается, соблюдает законы справедливости и дает нам все, что нам необходимо. Сегодня в Кувейте высокие стандарты жизни. Многим нравится проводить свободное время в своей стране. Однако даже до открытия нефтяных месторождений многие кувейцы старались путешествовать, знакомиться с культурой и обычной жизнью в других странах. Особенно в летнее время, когда температура воздуха в Кувейте достигает иногда 55 градусов, наши граждане любят посещать другие страны и при этом передавать послания мира и любви. На самом деле Кувейт — очень маленькая страна, но мы стараемся компенсировать небольшие территориальные размеры большими делами, ведь имеют значение не квадратные километры, а то, какую роль играет страна и что она делает. Мы чувствуем, что помогать другим странам, соседям и друзьям — наша обязанность, необходимый вклад в мировое сообщество. В 60-х годах 20-го столетия был создан фонд Кувейта, который предоставляет помощь более чем 120 странам мира — в Африке, Азии, Южной Америке и даже Европе. В частности, мы стараемся содействовать внедрению различных проектов, которые могут улучшить жизнь людей. Мы делаем это с удовольствием. В последнее время много проектов касается Сирии. Огромное количество беженцев направляется в разные части мира, особенно в Европу. Мы стараемся всячески помочь. Мы уже пожертвовали полтора миллиарда долларов. А еще мы провели три международные конференции. Последняя, где представительство Кувейт по нашей инициативе была проведена в Лондоне с участием представителей британского парламента и делегатов ООН. И мы гордимся нашей ролью. Мы считаем, что очень важно привлечь как можно больше стран в дело борьбы за мир, особенно учитывая количество террористических атак в последнее время. Мы должны бороться против терроризма. Забота о безопасности наших стран и наших людей — вот что очень важно сегодня. Нельзя допускать несправедливости, позволять действовать против человечества, позволять убийство мирных граждан и взрывать бомбы то там, то тут, в разных странах. Что угодно может случиться в любом кафе, куда я могу пойти со своей семьей или на стадионе, где люди собрались посмотреть футбольный матч, и даже в мечети или в церкви, где люди молятся. Эти атаки не связаны ни с религиозными верованиями, ни с национальной идентичностью. Все, что объединяет этих людей, — это тяга к терроризму. Люди в разных странах сталкиваются с несправедливостью, и если мы не поможем им решить свои проблемы, ситуация может со временем только усугубиться. Например, если конфликт на востоке Украины не решится в ближайшем будущем, мы не знаем, к каким масштабам это может привести. В то же время, если война в Сирии не закончится, все больше беженцев будет следовать в Европу. Возрастающее чувство несправедливости может навредить обществу. Есть и такие люди, которые манипулируют религиозной или национальной принадлежностью в своих целях. Им кажется, что они лучше других и имеют больше права на жизнь, а другие такого права не имеют. Анализируя наш опыт, хочу отметить, что все, чего хотят и кувейцы, и украинцы, это жить в мире. Они хотят быть частью Евразийского континента и делать свой вклад, как цивилизованные страны. Это очень важно. Они не агрессивны. Они не хотят выступать против других наций или стран. Все, чего хотят люди, в конечном итоге, это жить в мире и согласие. Они не хотят выступать. Они не хотят выступать.